Вопрос, конечно, хороший, не совсем, конечно, в тему. Мы сегодня не готовили с кровлем и разбитым подъездом, вернее, стеклом в подъездах, но я отвечу на него не вопрос. Да, Катерина, да? Действительно, такой вопрос имеет место жить. Значит, я вам тогда отвечу на пару, с парой цифр. Значит, по кровлям. Значит, у нас на балансе стоит 3,5 миллиона квадратных метров крови. Из них на сегодняшний день, в силу сложившихся обстоятельств по различным причинам, на начало лета, имели протекание порядка 40%. Город выделил в этом году, насколько мне не изменяет память, 35 миллионов, плюс собственные средства КП основания. На эти деньги мы запланировали сделать ремонт 57 тысяч квадратных метров крови. Много это или мало? Да, наверное, маловато. Наверное, недостаточно. Но сделали мы 130 тысяч. Больше, чем в два раза. Поэтому, что касается коммунального предприятия основания, его работников, поверьте, что мы сделали все, что от нас зависело. Да, очень много сегодня еще есть протеканий кровель, есть протекания стеновых швов, панелей. По различным причинам. Я вам могу выкрыть страшную тайну. У нас на Шевченковском есть 9-этажные дома, где панели просто текут. Не потому, что им много лет, а просто потому, что при изначальном строительстве этого жилого фонда были допущены огрехи в производстве. И они просто как губка работают, эти панели. А бороться с этим приходится КП основанию. И в конечном итоге шишки мы получаем все за все, что было в предыдущие годы. По остеклению подъездов. Значит, сейчас все ТЭР-отделения получили стекло. Все люди, которые у нас есть, которые мы можем направить на эту работу, они все вышли на работу. Именно на производство этих работ. И мы закроем эту тему. Ну, во всяком случае, хотя бы в один шар, но мы закроем это, я вам обещаю. В два шара, может быть, не везде и получится. К сожалению, КП основания в финансовом плане на сегодняшний день находится в очень тяжелой ситуации. Прекрасно все знают, насколько сегодня подорожала жизнь. А тарифы МКП основания не пересматривались с 2008 года. Мы живем в ценах 2008 года. Поэтому, как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, нашего бюджета не хватает катастрофически. Ассоциировали эту тему. В остальном, во всяком случае, в этом году мы, будем говорить так, на 99,9% справились с задачей по запуску отопления. И, в общем-то, в течение двух недель запуск отопления был окончен. В то время как в прошлом году мы с этим вопросом боролись больше месяца. Инженерные сети, имеется в виду горячее-холодное водоснабжение, энергоснабжение приведены в порядок. Больше 100 домов у нас получили. Нет, около 200 домов, извините. Получили полную реконструкцию электросетей. Больше 100 лифтов в этом году отремонтировано. По программе капитального ремонта. Почему я не говорю, что зиму 2015-2016 года, я понимаю прекрасно, что мы не закрыли все, что нужно было бы закрыть. Поймите правильно, да? Там, где 10 лет никто не подходил ни к чему. И потому что предшественники были плохие. Я не хочу сказать, что свернуть все на попередников. Извините, на бедность фразы. А просто так развивалась страна. Мы прекрасно, ну вы, может быть, Катерина, не помните, а я помню. В период, когда в страну не ходили деньги, а ходили товарообменные операции, когда мы жили в первобытном общинном строе. Меняли одно на другое, у нас денег не было вообще. За эти годы ничего лучше не стало. Точно так же вам может рассказать об этом Элуат, что дороги лучше не стали, он сегодня прыгает с ямки на ямку. Он не потому, что он такой плохой или не знает своего дела. Нет, просто у него не хватает финансирования. То же самое в ремонде. То есть коммунальное предприятие на сегодняшний день, это лакмусовая бумажка того, чего мы хотели бы увидеть. Имеем мы, вот мы видим то, как мы хозяйствовали все предыдущие годы. Независимо от того, кто был президентом или кто сидел в правительстве. Это результат нашего хозяйствования. Раз, и результат нашего собственного отношения как граждан, как людей, к тому, что мы имеем в собственности громады.